На форуме «Городская среда» проведенном в Краснодаре партии «Единая Россия» создали образ будущего городов страны. Участники делились лучшими практиками. Основными темами Всероссийского совещания стали благоустройство, формирование комфортного общественного пространства, привлечение общественности к реализации проектов и их финансирование. Кульминацией форума стало пленарное заседание, на котором выступил председатель правительства Дмитрий Медведев. Лидеру «Единая Россия» рассказали о работе и принятых решениях на каждой из четырех дискуссионных площадок. Этот запрос на создание новой городской среды неоднократно звучал во время наших встреч с людьми, с избирателями, во время предвыборной кампании в Государственную Думу в прошлом году. И, конечно, мы на него откликнулись. В результате появился приоритетный проект формирования комфортной городской среды, который в настоящий момент обеспечен бюджетным финансированием. А это, как вы догадываетесь, дело не самое простое в настоящий момент. «Единая Россия» включила предложения, поступившие от избирателей, в свою программу. Запустила два партийных проекта, всем известных теперь. «Городская среда» и «Парки малых городов». Премьер-министр обратил внимание на то, что города должны стать центрами модернизации. Соответствующее поручение о разработке стратегии развития городских территорий будет дано до 2025 года. Действие партийных программ будет продолжено. Этот пункт тоже вошел в резолюцию форума. Делегаты говорили о долгосрочной государственной поддержке. Эту идею озвучил и председатель партии. Работа очень большая, в том числе и в Ульяновской области. У нас огромное количество дворов и общественных пространств, площадей, парков, которые нужно благоустроить. И, конечно, буквально аплодисментами было встречено заявление председателя правительства, лидера нашей партии, о том, что программа будет продолжена. Вместе с этим Дмитрий Медведев упомянул о том, что федеральное и региональное законодательства ждут в ближайшее время изменения. Они помогут в проведении благоустроительных работ. Выделено 320 миллионов рублей на обустройство общественных пространств. И две трети из этой суммы идет на дворовые территории. При этом нужно сказать, что впервые в России за счет федеральных денег и софинансирования регионального бюджета благоустраиваются дворовые территории. В благоустройстве нуждаются не только мегаполисы, но и малые города. Ведь по статистике большинство россиян живет именно в них. В связи с тем, что идет перенаселение, более крупные города, чтобы предотвратить такие вещи, существует необходимость развития местных, вот этих маленьких городов, вот тех вопросов, которые были обозначены выше. Я считаю, что для нашего региона, Урьянского региона, тема очень актуальна. Но самое главное, что процесс превращения городской среды в комфортную сферу жизни уже запущен. Внимание общественности привлечено. А это значит, что города будут меняться в лучшую сторону. Анна Тищенко, Данила Ноздряков, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.